Что меня всегда бесконечно радует в Сингапуре, это помпезные, грандиозные информационные таблички. Тысяча метров. Другой проект городского консула Тампинс и... РЦ это какой-то клуб, тоже из Тампинс. Окей, ладно. Мы видим эту табличку, блин. Я думаю, ну, конечно, я вот сейчас смогу не просто идти, а пробежаться. И ладно, окей, хорошо. А куда бежать по дороге? Сквозь остановку с людьми и там далее по очень узкому тротуару. Туда-то в жилой квартал, без вообще какой-то разметки. Тут вообще дорогу копают. Ну, не дорогу, так, в дереве что-то копают. Да, это копают, скорее всего, стенд для того, чтобы вешать еще более модных, красивых, мощных табличек о том, как они что-то делают. Ну, куда бежать, ребята, подскажите. По мере приближения к следующей табличке открывается разгадка. Вдоль тротуара, который был сам по себе и так, и прилегает, кстати, сквозь остановку, без даже разметки лук для выходящих, с прилегающих частей, чтобы они смотрели на бегунов. Местный таун-консул при поддержке какого-то там клуба поставил таблички. И, в общем, если прошлая табличка была 1000 метров, то это 1100 метров. То есть, короче, вот этого велосипедиста там пронесшегося, видели, да? То есть, спортсменам предлагается бегать вокруг, как говорится, квартала по тротуару шириной, простите... Давайте вот так. О, все, я уже в кустах. Метр двадцать, это типовая шейна тротуара. Сбивая пешеходов по ходу, мешая велосипедистам, потому что велодорожки отдельно тут нет. Пробегая сквозь остановки, где там садящиеся люди, и сбивая нахрен пульс, когда у вас там толпа из автобуса входит-выходит, а вы просто останавливаетесь напротив остановки и пытаетесь как бы продолжить бежать, но некуда, да? Вот, короче, в общем, мне говорят, что в Сингапуре нет коррупции. Я согласен, в Сингапуре коррупции нет. Если в Сингапуре коррупция была, то поверх этого тротуара нанесли бы там знаки, типа бегунам сюда и все такое. Вот, и, возможно, даже бы поставили там какие-то таблички для выходящих поперек тротуара, о том, что аккуратнее тут бегуны бегают, да? Вот, но все, на что хватило денег в Сингапуре, это на постановку вдоль тротуара табличек, о том, что вот эта трасса, да, вот отсюда у вас старт, смотрите, старт, да? Ноль метров. То есть 1100... И я не знаю, сколько, 50 метров, да? 1150 метров. Тут даже непонятно. И, простите, в продолжение этого дебилизма с табличками, вот там вот вдали, за человеком, эта табличка ноль метров, да? Там, типа, просто напротив Каминти Клаба, он где-то там, кстати. Ну, а это типичный переход дороги в неположенном месте. Хотя нет, в положенном. Хотя нет, в неположенном, смотрите, там знак о том, что переходить надо ближе, поэтому они перешли до знака, значит, неположенном. А вот Каминти Клаб, и вон вдали там табличка о том, что это ноль метров дороги, вот ближайшая табличка, это 100 метров дороги. И, типа, дальше тут мы бежим, 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 и прибежали на перекресток. А куда бежать, чтобы было 200 метров? Через пешеходный переход или налево? Я не вижу ни одной, зараза, таблички. Я попробую тут побегать потом с Каминой 360, чтобы вообще объяснить вам всю абсурдную ситуацию. А ладно, смотрите, мы выбегаем уже к светофору, и тут, сбивая пульс, мы ломимся через газон, потому что туда, дальше, по узкому тротуару, это уже целых 200 метров. Нет в Сингапуре коррупции. Но дебилов полно. Представляете, сколько бабла они вбухали на то, чтобы поставить каждые 100 метров в течение километра 100 метров, вот из таблички. 11 табличек, на нержавейке. Просто тупо вдоль тротуара. Чтобы люди знали о длительности тротуара, краской на тротуаре написать реально намного проще. И... Продолжение следует...